Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал, и сегодня у нас крайне запоздавшее видео с подготовкой моего байндера к камбэкам Марта. И сегодня у нас будет два камбэка. Это камбэк сабьюнита Астра, Монбина и Санха, и также Стрэй Китс, мой, наверное, главный, самый ожидаемый, самый впечатливший камбэк Марта. Да, не знаю, Стрэй, конечно, последние камбэки для меня явно топ-группой, мне кажется, в принципе, они потихоньку становятся моей ульт-группой. Я начинаю с Гатсменю, все, что они делают для меня, просто потрясающе, я люблю самих ребят очень сильно. Да, но я не буду вдаваться сейчас в подробности, я думаю, поподробнее про альбомы, про все мы поговорим в распаковке. Я очень надеюсь, что они таки будут, но начать я предлагаю с Астром, так как, в общем-то, нам сегодня понадобится только один мой байндер. У меня Стрэй и Астра как раз в одном байндере, так как первая у нас здесь Астра, и с их фотокартами все намного проще. Я собираю одного мембера, это Бин, и, в общем-то, детали альбома достаточно. Они мне не нравятся, но они, в общем-то, там нет ничего сложного и, скажем так, очень требующего какой-то тщательной подготовки. Я также сделала заранее все филеры, в основном из-за Стрэй, потому что там я как раз-таки очень все продумывала. Но давайте посмотрим на детали альбома Бина и Сан Хам. Да, и также у меня тут под боком спит собака, поэтому, если вы слышите небольшое сопение, то это она, прошу прощения, но, да, когда я дома одна, она, к сожалению, не хочет от меня никуда уходить и спать в других местах. Да, ну, итак, у нас первый, собственно, камбэк, это, получается, их второй альбом SubUnit, у них был дебютный в 2020 году. Да, и вот сейчас Бин и Сан Ха сделали свой первый камбэк, Refuge. Мне очень нравится, как выглядят альбомы, я, к сожалению, их еще не покупала, я думаю, что как раз это будет то, что я куплю в апреле. Да, в текущей ситуации, к сожалению, я больше не могу позволить себе скупать альбомы налево и направо, и мне приходится выбирать, планировать и ограничивать себя очень сильно. И, да, в марте я, в общем-то, фокусировалась на строях и на покупке их альбомов, поэтому пока данный альбом у меня не заказан, но я бы хотела себе обе копии. У нас две версии, The West, The East. Да, это у нас, получается, обложка, в которой находится фотобук. Моя любимая версия, наверное, The East. Да, из рандомных вложений у нас есть стенд-фото, но они огромные, это такая целая, о боже мой. И также на улице происходит просто апокалипсис, я не знаю, что это такое, почему такой буран. Да, я как раз, я снимаю данное видео, я думаю, в тот же день, когда я постараюсь его выложить, сегодня воскресенье. И, да, так как я уже очень давно не снимала видео, и, в общем-то, их, они не выходили в неделю, я решила, что надо все-таки взять себя в руки и начать продолжить свой план по выкладыванию хотя бы одного видео в неделю. Поэтому я вот сегодня всела, и у меня твердый план сегодня же его смонтировать и выложить. Скорее всего, ближе к вечеру уже, но как получится. И погода просто ужасающая за окном, поэтому, возможно, вы также слышите, как трясется мой дом и забывает ветер. Итак, да, у нас есть стенд-фото. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы мне выпало хотя бы одно фотобина, но посмотрим. Да, CD, открытки у нас не рандомные, да. И фантажа о последней эре просто зло в плане распределения фотокарт. У нас идет 16 фотокарт на версию, то есть 32. У каждого мембера 16 карт, 8 за West, 8 за East. И нам в альбоме дают всего 2. То есть, по-хорошему, чтобы завершить сет мембера, необходимо 8 альбомов. Полное безумство. Естественно, я буду докупать карты на не знаю где, когда я найду какой-то альтернативный способ добычи фотокарт. Тогда я, в общем-то, и буду завершать данную коллекцию. Поэтому это будет явно очень планом на долгое будущее. Да, но в целом все, в общем-то, понятно. У нас будет 2 странички для Бина. Да, я собираю только его карты. Одна страничка для за West версии, одна за East версии. И лейаут на 8 фотокарт. Да, и, в общем-то, дальше у нас ничего интересного. Больше я ничего собирать для данного альбома не планирую. В принципе, я... Да, я, в общем-то, стараюсь собирать большие вложения Бина. Но, как я уже сказала, я буду очень рада, если мне выпадет хотя бы один стенд. Но если не выпадет, ничего страшного. Это точно не то вложение, за которым я буду гоняться. Потому что оно действительно большое, громоздкое, в твердой обложке. Все, что я сделала для данного альбома, это 2 филлера, которые я вставлю в середину страниц. Потому что я не вижу смысла как-то их располагать. Я буду располагать сами карты уже по тому, как буду их получать. И как они мне будут нравиться вместе. Какие-то свои любимые, наверное. Не знаю, в похожих образах, может быть, в похожих концептах. В общем, этим я уже буду... Этим я озабочусь, когда буду делать распределение фотокарт в Байндере по ходу их получения. Так, сейчас давайте просто перейдем в секцию. Да, у меня, получается, идут отдельно. То есть, сначала все карты Бина в рамках Астра. А затем его сабьюнит. И что для меня очень обидно, я практически завершила эту коллекцию. Все его фотокарты in-out, то есть все 6 и плюс еще 4 из данной версии, находятся в моей посылке с Ниокио. Которая... Я очень надеюсь, что я все-таки когда-нибудь ее получу. Потому что перепокупать все карты, которые там, будет для меня, я думаю, даже скорее с моральной точки зрения настолько тяжело, что, возможно, это просто положит конец моему коллекционированию. Поэтому, да, я, в общем-то, практически завершила эту коллекцию как раз к их камбэку. Но, к сожалению, карт у меня нет. И каков их статус, абсолютно непонятно. Да, но... Нам нужно две новые странички. В принципе, в последнее время я очень много думала насчет того, как я дальше хочу коллекционировать, кого я хочу коллекционировать. Многие коллекции я вытащила из своих основных байндеров, потому что на данный момент я не буду их продолжать. Просто потому что, как я уже сказала раньше, мне необходимо в данной ситуации явно себя ограничивать. И цены на альбомы просто космические становятся. Да. Так, итак, давайте расположим их просто по очереди версий. То есть, первая у нас будет The West. И затем я просто переверну, и данный филер будет у нас филером в центре. А здесь будут располагаться карты. И дальше у нас идет заист. Да, но данный байндер изменения не претерпел. Это мои топ-группы. В общем-то, Астра моя ульт-группа. Страйкитс, как я сказала, уже практически, если не ульт-группа, то первая на очереди, скажем так. Это однозначно моя очень-очень любимая группа. И также у меня здесь Твайс. Твайс моя также любимая женская группа, поэтому... Да, данный байндер остался без изменений. Так, и давайте переходить... Давайте я, наверное, сначала расскажу. Мы вернемся к планшету, и я расскажу свой план для страйф. Давайте начнем с деталей альбома, наверное. Наверное, все их уже видели, конечно, много раз. Но все же у нас... Это наши стандартные версии. Scanning Mask Off. И также у нас есть лимитная Frankenstein. Да, это у нас коробки и... Так, CD, Lyric, Paper... Фотокарты. Давайте на примере Хён Джина. Три фотокарты у мембера. У нас идет две в альбоме. В общем-то, весьма-весьма неплохое распределение фотокарт. Да, соответственно, я собираю для страйкитс трех мемберов. Это Хён Джин, Феликс, Чанин. Поэтому здесь все легко. Первая страница, это будут их стандартные альбомные селфи-карты. По три у мембера, полная страничка. Прекрасно. Дальше у нас идут ID фото по одной на мембера. И данный ID мне нравится. Вообще, я небольшой фанат ID. Но если уж делать ID, то вот в таком формате это прекрасно. Мне очень нравится. Дальше у нас идут мини-постеры. Это такие большие открытки. Также рандомные. Одна на мембера. Не думаю, что я буду их специально собирать. Но буду очень рада, если мне выпадут Хён Джин, Феликс или Чанин. Стикеры. И дальше у нас идет интересная штука. Это юнитные фотокарты. Я очень рада, что страйк возвращают юнитные фотокарты. Я лично их очень люблю. И на мой взгляд, они у них получились очень прикольные. Многие фотокарты просто супер. И я собираюсь опять же их собирать. Так как у нас здесь JYP щедры. Они дают нам аж четыре. То есть у нас идет маленький пэк карт из четырех в одном альбоме. Да, я предзаказывала пять альбомов. Два с американского магазина с подписанными открытками рандомными мемберов. И они уже, в общем-то, отправлены с американского склада. Да, я заказывала через mail forwarding компанию. Так как напрямую в России американский магазин не отсылает. Даже, в принципе, они не отсылают за пределы Америки. Тут даже дело не в России. Поэтому, да, я пользовалась услугами посредников. И он уже отправлен в Россию. Поэтому я надеюсь, что данные альбомы скоро придут. И также я заказывала полный сет из трех в коллективке ВКонтакте. Что я ненавижу делать. Но в тот момент я как-то не понимала, какие у меня есть альтернативные методы. И что происходит с данными альбомами, я пока не знаю, где они. Никаких статусов не обновлялось особо. Но, да, я надеюсь, что данные три альбома тоже ко мне придут. Изначально я думала собрать все пять и распаковать их все вместе. Но я боюсь, что, не знаю, по моему опыту заказов в коллективках обычно эти альбомы, не знаю, может быть, мне так не везло. Может быть, как-то я просто неудачно попадала. Мне всегда, почему я, в общем-то, всегда все заказываю сама. Я отказалась от участия во всяких коллективках, шопах и прочее. Потому что мне всегда это шло просто месяцами. Иногда по полгода. Это всегда было очень долго, муторно. Я не понимала, что происходит. Я, в общем-то, в этом плане человек, который любит все контролировать сам. Я лучше переплачу, буду решать проблемы самостоятельно. Но я буду контролировать ситуацию. Да, ну, в текущей ситуации, опять же, я не знаю. Наверное, кроме Джума сейчас нет доступных способов заказа самостоятельно. Но цены на Джуме тоже просто космические. Я попробовала заказать там один альбом. Посмотрим, насколько он быстро ко мне дойдет. И вообще, как все пройдет. Да, обязательно про это расскажу, когда он придет ко мне. И это, да, это также новая группа. Да, я тут рассказываю о том, что как я пытаюсь сокращать, сокращать свою коллекцию. Но неизбежно также то, что иногда мне очень-очень заходят новые группы. И я не могу удержаться от того, чтобы не купить их альбом. Итак, ну, давайте вернемся к стреям. Сразу видно, когда я недавно не снимаю видео, я становлюсь очень болтлива и абсолютно на рандомные темы. Я начинаю перескакивать с темы на тему и пытаться рассказать все события, которые произошли со мной за прошедшее время. Это, наверное, выглядит достаточно забавно. По крайней мере, мне на монтаже это слушать очень смешно, потому что это выглядит крайне хаотично. Да, итак, мы посмотрели. У нас получается... Да, я сейчас покажу распределение фотокарт. Дальше будут спойлеры фотокарт. Поэтому, да, если вы не хотите их смотреть, но я думаю, их опять же уже все видели. С камбэка прошло достаточно количество времени. Так. Да, вот так выглядят все фотокарты, которые я хочу собирать в данную эру. Это у нас Хён Джин, Феликс, Чё Нин. У каждого мембра получается 6 юнитных фотокарт. Я очень долго думала над их расположением, распределением, потому что, в принципе, они дают нам... Ну, тут есть пересечение, то есть, например, любовь всей моей жизни. Мне нужна эта фотокарта. Это просто... Еще и в моих любимых образах. Вот эта карта тоже безумно классная, Джессона и Феликса. Вообще, мне очень нравится Масков версия, и это, наверное, мой любимый концепт. Хотя мне понравились все три. И я даже... Не знаю. Для Хён Джина, например, наверное, вот этот образ мой любимый. А для Феликса вот этот. Да, и карты Чё Нина просто бомбические. Вот, наверное, эта карта. Короче, да. Мне нравятся абсолютно все три концепта. И что я подумала? Я подумала сделать две страницы. Юнитные карты плюс ID карты дают мне две полные страницы. На первой странице я решила расположить... То есть, это у нас юниты Хён Джина, Феликса, Чё Нина. В центре идут мои топ-3 пересекающиеся. То есть, Хён Джин, Чё Нин, Хён Джин, Феликс, Феликс, Чё Нин. И по бокам два, скажем так, оставшихся юнита. Также я брала разных цветов. То есть, у нас идет черный, синий, красный. Синий, красный, черный. И красный, черный, синий. Мне кажется, это будет достаточно прикольно смотреться. Да. И получается, как я уже сказала, три юнита Хён Джина. Обычно я располагаю их Хён Джин, Феликс, Чё Нин. Но в данном случае, мне так показалось, будет выглядеть лучше. Да. И оставшиеся юниты я решила разместить вместе с ID картами. То есть, по центру у нас будут ID. Здесь у нас будут три юнита с Мин Хо. Это очень смешно. Все три моих биаса имеют юнит с Мин Хо. Мин Хо мой четвертый биас, скажем так. Да, поэтому у нас Феликс Мин Хо, Хён Джин Мин Хо, Чё Нин Мин Хо. Здесь я располагала скорее по цветам. То есть, у нас ID карты более-то, скажем так, черные. Поэтому вот так у нас будут черные карты. И зеркально два красных, два синих юнита. Да. И также у нас получается здесь два юнита с Джессоном. И Чё Нин, к сожалению, не имеет юнита с Джессоном. Но у нас здесь будет юнит, оставшийся с Чан Бином. Было бы прикольно, если бы это был тоже Джессон. Но как бы, как есть. Прикольно чисто с точки зрения расположения. Не то, что я имею что-то против Чан Бина. Я очень люблю Чан Бина. Изначально мой план был такой, но JYP сделали ужасную вещь. И теперь у нас есть еще версии в джуал-кейсах. Там у нас идет одна фотокарта дополнительно. И, как вы можете понять, это абсолютно не вписывается в мое расположение. Я не покупала версии с джуал-кейсами. Я не могу оправдать для себя такую цену, которую сейчас они стоят со всеми доставками. Для буквально крошечной пластиковой коробочки, где фотобук на две странички и фотокарта. Поэтому, да, эти карты я буду собирать, скорее всего, опять же, когда я найду для себя способ отдельной покупки фотокарт. Без самого альбома. Сами альбомы я не буду покупать. Да, раньше, когда это было формата за дополнительные там 400-500 рублей, докинули к заказу джуал-кейс, это одно дело. Другое дело, когда тебе надо платить за него 2000. Это для меня абсолютно того не стоит. Да, но это рушит, опять же, весь мой сетап. Я подумала так, что я сейчас добавлю. Я не делала филеры для версии с джуал-кейсами. Я бы, может, даже вообще не собирала фотокарты. Но там Хёнжин с красными волосами. А я... у меня не будет никаких, опять же, предзаказок, кроме подписанных открыток. Именно фотокарт предзаказок у меня опять КТР не получилось достать. Каждая Рестрайкитс для меня какая-то в плане сбора... Постоянно что-то происходит в этот момент, и я не могу никак нормально заказать. В тех шопах, где есть предзаказки и прочее. Это вечно какой-то бардак, и да, у меня адекватно не получается. Я каждую эру думаю, что вот следующую эру я нормально попробую пособирать. Может достать какие-то предзаказные карты. Хотя бы заказать в том шопе, где они есть. И так обидно. В этот раз у них есть предзаказки... Были предзаказки от K-Town4U. Но я не смогла заказать на K-Town4U. Хотя они написали мне недавно письмо, что вроде как в мае они думают, что можно будет начинать рассылку. И в общем-то Корея восстанавливается, Россия авиасообщение. Поэтому может быть, может быть. Но так как предзаказок у меня никаких не будет, а Хёнжин с красными волосами только на предзаказных картах, мне бы хотелось собрать рано или поздно, наверное, версии с джоалкейсами. Ну и также, так как я в общем-то собираю все альбомные карты, мне бы не хотелось их пропускать. Поэтому сейчас я просто добавлю страничку. И дальше я посмотрю на свои выпадения в альбомах. Если мне выпадет какая-то версия, одна из трех... То есть у нас есть карты Frankenstein-версии, Mask of-версии, Scanning-версии, но они распределены рандомно по альбомам. Если какая-то одна версия выпадет, мне очень много карт из нее. То может быть я сделаю один сет OTAE. А, соответственно, карты из джоалкейсов перенесу на свою первую страничку просто с моими топ-3. Либо я расположу на последней страничке вместе с картами из джоалкейсов свои оставшиеся юниты, если мне выпадет много юнитов не моих топ-3. Да. Вот какой-то такой мой план. У меня пока есть два, скажем так, рабочих варианта. Все будет зависеть от того, что мне выпадет в альбоме, насколько мне повезет с моим рандомом. Ну, давайте переходим в байндер. И давайте переходить к стреям. Получается, это у нас идет после Christmas Evil. И, насколько я правильно посчитала, мне нужно четыре странички. Да, и я тут сделала филеры, но я их не... Так, мне нужна явно моя подсказка по юнитам. Где мои юниты? Так, давайте распределим их по страницам. Это у нас... Так, это у нас сольные их карты. Так, и да, это, я так понимаю, для последнего. Так, давайте начнем с сольных. И здесь я буду распределять их, как обычно. То есть, на примере... Хёнджин, Феликс, Чанин. И я думаю, что на данный момент я расположу маску офф-версию в центре, потому что она моя любимая в плане карт, я думаю. И плюс она более выделяющаяся из трех, на мой взгляд, по цветовой гамме чисто. Не знаю, мне кажется, что так будет смотреться лучше. Лучше, но опять же посмотрим, как у меня по итогу получится, и как сюда будут вписываться карты с джуэлкейсов. Так, сканинг пойдет вниз. Франкенштейн, соответственно, наверх. Да, и, соответственно, вот так вот у нас выглядит первая страничка. Вторая страничка у нас юниты. И я сейчас буду смотреть на свой собственный темплейт, чтобы не ошибиться. Так, Феликс Бончан у нас сюда идет. А, что мне сегодня загибаются? Уголки. Феликс Тернин. Итак, вот так у нас выглядит вторая страничка. И третья страничка оставшиеся юниты плюс ID-карты. Так, Феликс Лено. Мне так нравятся эти филеры. Это, конечно, достаточно, скажем так, большие филеры для моих небольших записей, но мне кажется, они смотрятся очень мило и забавно. Да, и, как я уже сказала, четвертую страницу я оставлю просто пустой, а дальше будет видно, какой уже у меня будет план касаемо этого. И, да, в принципе, это на сегодня все, что я хотела сделать в данном видео. Я очень надеюсь, что в ближайшее время будут распаковки Ordinary. Как я уже сказала, скорее всего, это будут две отдельные распаковки, потому что мне очень интересно, кто мне выпадет в моих подписанных открытках. Я давно так не волновалась по поводу рандома, как я волнуюсь на их счет. И я точно не смогу ждать другие версии. Мне очень захочется открыть их прямо сразу, как только я их получу. Поэтому, я думаю, так мы и сделаем. А уже во втором видео посмотрим лимитную версию и просто мои выпадения из двух оставшихся. Плюс сравним наполнение американской и корейской версии. Они немного отличаются. Да, у меня нет лимитной версии, чтобы сравнить, потому что они наиболее отличаются. Но я рада, что по итогу у меня лимитная корейская версия, потому что, в общем-то, в американской нет лимитного наполнения. Да. Но, в общем-то, на сегодня это все. Большое спасибо, что посмотрели данное видео. Увидимся в следующем. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok